Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Новый год и Рождество – одни из самых любимых в нашей стране праздников. Наверное, нет россиянина, кто не испытывает волнения в их преддверии. По доброй традиции, Дан Джерим встретился с руководителями первичных организаций Совета ветеранов. Председателями Совета старейшин, матеря, вещественные погибли при исполнении воинского долга. Огромное спасибо каждому сидящему в этом зале за ваш труд, за ваше отношение к нашему району, за то, что тот фундамент, который вы заложили, очень оказался крепким. И на этом фундаменте мы сегодня строим свое будущее, будущее наших детей и внуков. Счастья, тепла, достатка в каждый дом. Чтобы следующий год для всех нас был самым успешным, самым добрым. 2019 год – неизведанный год. Как всегда, для нас он, для всех в ожиданиях. Что можно сказать? Ну, прежде всего, чтобы мы через год встретились в этом зале. Все живы, были здоровы. И никто, и ваших друзей, товарищей, соседей, родственников не хворал. Оставайтесь вот такими, кажется, добрыми, теплыми. Какой зимний праздник обходится без музыкальных подарков. Для всех собравшись, озвучили добрые песни с новогодним настроением. Новый год, Новый год, нас с урогом идёт. Если станет часов, он по свету несёт. Пусть удача найдёт, где, кто верит и ждёт. Вот так чудо, чудес, Новый год. В преддверии нового 2019 года без поздравлений не остались и те жители нашего района, кто принимал участие в выборах различных уровней – представители избирательной системы района. Не только дети, но и взрослые с нетерпением ожидают боя курантов, за которым последует Новый год. Собравшись, рассказали о том, с чем у них ассоциируется главный и ожидаемый в нашей стране праздник, и пожелали друг другу самого доброго. В Северском районе проживают представители множества национальностей. Не одно столетие люди разных культур, традиций и восповеданий трудились сообща ради общего блага. И старались жить в мире. В зале районной администрации за праздничным столом собрались представители духовенства, руководители национальных диаспор, казачества, а также почётные граждане муниципалитета. Для них прозвучали праздничные песни в исполнении лучших творческих коллективов нашего района. Новый год – это не только песни, поздравления и ёлка, но и ожидания главных его героев – Деда Мороза и Снегурочки. Они не заставили себя долго ждать. Преодолевая огромное расстояние через снега нашей необъятной страны, с тяжёлым мешком, полным подарков, они пришли навстречу и поздравили всех с новым 2019 годом. И каждой иголочкой радует нас. 21 декабря на площади Дома культуры Станицы Северской состоялось открытие главной ёлки района. Зелёная красавица установлена в самом центре площади. Вокруг виновницы торжества и главного символа Нового года собрались жители Станицы. Собравшихся развлекали танцевальные коллективы. Прямо на площади развернулась настоящая новогодняя театрализованная постановка. И, конечно же, не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Поздравить жителей с предстоящим праздником пришёл глава района Адам Джарим. Уходит в историю 2018 год. Буквально несколько дней нас отделяет уже от нового 2019 года. Я хочу всем жителям Станицы Северской, Северского района, выразить огромную благодарность за работу в этом году. Пожелать всем нам удачи, благополучия, здоровья крепкого на долгие годы. И, конечно же, пожелать удачи нашему району в наступающем 2019 году. Новогодняя ель будет стоять на площади в течение всех новогодних праздников и будет радовать своими огоньками жителей и гостей районного центра. Новогоднее чудо своими руками. Ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» развернула свой штаб в универсаме копилка в Станице Северской. Любой желающий может помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и обрадовать своим новогодним подарком ребенка. На ветках елки желаний висят снегирьки, в которых указаны имя и возраст ребенка, а также его новогоднее желание. Подарки, купленные участниками акции, затем передаются детям. Так что осчастливить одну из семей может каждый. Глава района Адам Джерим тоже принял участие в акции. У любого желающего есть возможность осуществить это желание. Ну, это мы сделаем. Это хорошо? Хорошо, что проходит такая акция по всему краю «Ёлочка желаний». Поэтому много семьи, много детей, много родителей, у которых нет возможности что-то сделать подарок, что-то приобрести к Новому году, обрадовать детей. Поэтому я уверен, что в Северском районе живут неравнодушные люди, они обязательно примут участие, и ни один ребенок в нашем районе не останется без внимания и подарков. В Новый год все ждут чуда, особенно детям. Так почему бы не творить чудеса своими собственными руками? У них нет имен. Только адреса ловушки. Им нужно, чтобы ты втянулся и заплатил. Им наплевать, что будет с тобой после. Дилеров поймают и осудят, а жизнь не вернешь. Покупая наркотики, покупаешь смерть. Антинаркотическая комиссия Краснодарского края. Вернём колоколу «Голос». Так называется проект, призванный восстановить старинные сибирские колокола. Многие из них были уничтожены после революции, а в некоторых со временем появились трещины. Реставрация не вернёт инструмент у прежнего звучания. Поэтому специалисты создают копии колоколов. Говорят, задача сложная. «Идея заключается в том, что мы повторяем геометрию колокола, полностью его внешнюю форму и внутреннюю форму, и повторяем химический состав, потому что это очень важно для звучания колокола». Колокола сканируют с помощью 3D-технологии и делают анализ химического состава металла неразрушающим методом. Сейчас участники проекта работают над воссозданием двух колоколов из Иркутского областного краеведческого музея. Один был отлит в Екатеринбурге, второй сделали в Тюмени колокололитейщики Гелёвы. В работе специалисты опираются на звучание нескольких старинных колоколов, сохранившихся без повреждений. «Старые колокола звучат лучше. Почти ни один новодел не сравнится с ними. Но есть ещё такое характерное свойство колоколов – их надо набивать. Вот когда они набитые, то есть со временем, чем больше в них звонишь, тем они лучше звучат». В рамках проекта к лету следующего года сделают копии 22 колоколов из Иркутска, Тюмени, Омска и других сибирских городов. Воссозданные реликвии установят в исторических местах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова